Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Если ты еще не подписан на мою официальную группу ВКонтакте, то самое время это исправить. В группе ты сможешь найти массу интересного, начиная от оповещения о моих стримах, о новых роликах, также различные конкурсы, которые проводятся регулярно. Кроме этого, в группе есть расписание всех стримчанских, ты можешь заранее посмотреть, какая тематика будет на следующий стрим. Кроме этого, есть огромное количество обсуждений, есть полезные статьи, где ты сможешь поучиться атаковать на разные базы, разными миксами, ну и конечно же посмотреть забавные прикольные мемчики и некоторые интересные фишки из игры, такие как баги или же просто полезные советы. Контент есть и по Clash of Clans, и по Brawl Stars, так что скучать не придется. Ссылочку на свою группу я конечно же оставлю в описании. А я сегодня нахожусь на аккаунте моего зрителя, подписчика и соклановца под ником Angel, которого зовут Владимир. Владимир накопил аж 129 боксов и все их отдал мне на открытие. Сегодня посмотрим, что ему выпадет, но для начала давайте взглянем, какие бравлеры у него вообще есть и какого уровня. У Владимира сейчас открыто 24 из 27 бойцов и подозреваю, наверное, что нет легендарок, потому что такое часто бывает, когда сидишь на хороших кубках, вроде уже всех собрал, а вот легендарок нет. И прокрутив до конца, можно убедиться, что нет, я не угадала, Леончик есть у Владимира, а вот Спайка и Ворона действительно нет. Однако удивительно, что у него до сих пор нет Биби. Вот как раз ее я очень надеюсь, что мы с вами сможем выбить из 120 боксов, так что погнали. Ну, как всегда, наверное, с первого нам ничего не упадет, можно особо не обольщаться, так что пока будем просто рассуждать, насколько вероятно. Смотрите, у нас с вами 126 обычных боксов и 3 больших, то есть больших совсем немного, зато очень много маленьких. Вспоминая себя, что именно мне выпадало и из чего, я как раз таки и выбивала всех практически, кроме одного, это был Мортис, из маленьких боксов. Вот Мортис мне как раз выпал из большого, а вот из маленьких мне выпадали все остальные, причем в тот момент, когда я этого не ждала. Так что мне кажется, вероятность выбить хотя бы Биби для Владимира очень даже высокая, боксов все-таки действительно очень много. Кстати говоря, про Биби у меня тоже была такая же история, она мне очень долго почему-то не падала, хотя у всех моих Сакланасов, ну, по крайней мере, у большинства она уже была. А вот у меня с ней были какие-то проблемы, но и выпала она тоже очень неожиданно, когда я ее даже уже и не ждала. А вот что касается розы, то она мне выпала буквально со второго-третьего сундука в тот день, когда появилась в игре. Хотя, если вы помните, ее можно было купить за гемы по акции, по-моему, 19 гемов она стоила, ну, совсем немного. А многие как раз ее приобрели, а вот мне она выпала. Так что тут на самом деле абсолютно полный рандом, я тоже до конца не могу предсказать, что и когда выпадет, ну, наверное, как и каждый из вас. Ну что, некоторые сундуки уже открыли. О, гемасики. Гемасики это хорошо. Гемасики дело хорошее. Почти 100 мы с вами открыли, 111 сейчас осталось. Ну, погнали дальше. Пока ничего, конечно, хорошего у нас нет, но будем надеяться, что повезет. Вообще, с выпадением бравлеров, мне кажется, такая история, что когда вы очень чего-то ждете, чтобы выпал какой-то бравлер, ну, или вообще хоть какой-нибудь, то он вам не выпадает, но как только вы забиваете и перестаете этого ждать, то вам обязательно что-нибудь выпадет. По крайней мере, со мной так было очень часто. Когда я расстраивалась, что мне ничего не выпадает, и, похоже, все, лафа закончилась, мне обязательно хоть что-то падало. Причем я уже это не ждала. Такое на самом деле часто бывает и в жизни, и только в бравле, когда вы чего-то очень хотите, пытаетесь достичь, но у вас не получается, то, в общем-то, ничего не выходит. Эх, думала я, что уже новый бравлер, но это бонусные жетоны. Так вот, а когда вы отпускаете эту ситуацию, перестаете об этом постоянно думать, то она как бы сама собой разрешается. Такое я тоже очень часто наблюдала в жизни. Возможно, и тут это так работает, а может быть, это просто какие-то предрассудки мои, которые есть у меня в голове. Но тем временем 101-й бокс, и пока что ничего не выпало. Открыли мы с вами, получается, 26 маленьких боксов, но это еще, скажем так, не конец, еще есть 100, и я думаю, что ну хоть что-то должно нам все-таки выпасть. Вообще, я для себя все решила просто, и я решила не тратить гемы вообще ни на что. То есть, я их постоянно коплю, когда они выпадают, я ничего не покупаю, ни боксы, ни удвоители, хотя, возможно, кто-то скажет, что это не совсем правильно. Но я решила для себя их копить, потому что периодически бывают акции, когда можно купить легендарку не очень дорого. Конечно, это не 20 гемов, это гораздо больше, но если длительное время копить, и если все-таки мне не выпадет больше ни одна лего, вот сейчас у меня есть ворон и больше никого, то я смогу купить себе хотя бы еще одну легендарку. Как раз, я думаю, это будет уже на более солидных кубках, нежели чем я сейчас, и тогда новый бравлер мне будет даже очень кстати. Возможно, это не совсем правильное решение, возможно, имеет смысл тратить гемы на удвоители, тратить гемы на сундуки, чтобы быстрее прокачивать самих бравлеров. Но мне кажется, что в таком случае можно остаться вообще без легендарки, если они не будут вам падать, и гемов у вас тоже не будет. А донатить в игру, честно говоря, я не очень хочу. Поэтому я все-таки для себя решила, что буду копить гемы, но если будет легендарка по акции, куплю. Если не будет ее, ну, значит, буду ждать. В конце концов, новые бравлеры тоже постоянно появляются. Возможно, как и с Розой, когда-нибудь будет за небольшое количество гемов приобретение нового персонажа, почему бы этим тогда и не воспользоваться? Ну а что же со скинами, спросите вы? На самом деле здесь очень веселая и забавная история. У меня их вообще нет, кроме самого первого скина на Шелли, который давали за предварительную регистрацию в Бравл Старс, когда еще Бравл только-только выходил. Я думаю, что этот скин есть практически у каждого, кто оформлял эту предварительную регистрацию. Там не было ничего сложного и практически все получили этот скин. Вот как раз он у меня есть и больше никаких скинов у меня вообще нет. Вы спросите, почему же так, почему ничего не покупаю? С одной стороны, скины это действительно здорово с точки зрения внешнего вида, потому что всегда интересно, если ты отличаешься от других, если у тебя есть что-то особенное, да и просто это все-таки радует и делает игру, наверное, более интересный, более эмоциональный, дает больше эмоций и впечатлений. С одной стороны, да, это все так и есть, но с другой стороны, я опять-таки задумываясь о том, что возможно мне не выпадет тот или иной Бравлер, всегда, когда смотрю на цену в гемах, мне всегда становится немножко не по себе, потому что я понимаю, как долго я копила эту сумму и сейчас слить часть, это значит еще отдалиться на шаг от покупки легендарного Бравлера, если вдруг они мне не будут падать. Так что по этой причине я никогда не покупаю скины, но всегда пробую новые скины в тренировочной комнате, круто, что сейчас есть такая возможность, а можно все это потестить, но это действительно здорово. Безусловно, все зависит от самого человека, кто-то покупает буквально каждый скин, ему нравится, он тратит все свои гемы на эти скины, но тогда постоянно сидит на нуле, а кто-то, как я, вообще не покупает скины, кто-то покупает отдельные, которые ему понравились. В общем-то, все мы разные и у каждого есть какие-то определенные свои цели, так что свой, скажем так, стереотип, свою модель поведения никому не навязываю, просто рассказываю немножечко о себе. Что касается звездных очков, вот у Владимира больше 7 тысяч, это круто на самом деле, то их я пока тоже не трачу, но это только пока. Их я тратить планирую, однако решила немножечко подождать, потому что просочилась информация, что скорее всего в новых обновлениях будет возможность покупать за эти звездные очки боксы и, возможно, что-то еще. Так что здесь, я думаю, имеет смысл подождать, потому что сейчас в продаже у нас только скины в звездном магазине, возможно, появится что-то более вкусное, более интересное, которое будет влиять именно на прокачку аккаунта. Да, то есть на то, чтобы вы могли быстрее прокачиваться. А думаю, что легендарку вряд ли получится купить за звездные очки. О, удвоитель жетонов, кстати, неплохо. Вот, но вот как раз-таки те же самые удвоители, к слову, да, или же, возможно, какие-то хорошие боксы, мегаящики, возможно, там имеет смысл приобретать. Но пока это все на стаде разработки, так что я решила не тратиться, чтобы потом не жалеть о том, что я вот все слила и теперь нет возможности купить. Все-таки, на мой взгляд, накапливать звездные очки не так уж, в принципе, легко. Вот копить гемам, по-моему, гораздо проще, хотя их нужно большее количество. Но смотрите, мы открыли с вами около 70 маленьких боксов, ну там плюс-минус, и на момент начала ролика было 18 гемов, сейчас уже 53. То есть около 40 гемов мы с вами накопили вот просто с открытия боксов, и это на самом деле прикольно. Конечно, такие боксы тоже копятся не за день, нужно постараться, чтобы их накопить, но тем не менее. Так что мне кажется, что звездные очки все-таки нужно пока поберечь. Опять-таки, не призываю к этому, но лично про себя рассказываю. Так что я все-таки подожду, когда обновится звездный магазин, посмотрю, что там еще можно будет приобрести. Ну а скины, в конце концов, никуда не убегут, раз их уже ввели, значит, они и останутся. Скорее всего, вряд ли их будут убирать. И, между прочим, пока я вам тут все это рассказываю, у нас с вами осталось уже всего 46 обычных сундуков. То есть мы открыли реально дофигища сундуков, и вообще ничего не падает, ну просто вообще, от слова совсем. Конечно, с одной стороны, жалко, что у Владимира нет бравлеров девятого уровня, потому что можно было тогда попытаться выбить звездную силу. У него все максимальные левлы это восьмые, апать кого-то без его ведома, мне кажется, не очень хорошо, поэтому звездная сила нам точно не выпадет, а жалко на самом деле. Но, блин, хотя бы Биби я хотела сегодня уж точно выбить, не говоря про легендарных бравлеров, но Биби, мне казалось, уж точно можно забрать с такого огромного количества сундуков. Но их уже 40, а ничего до сих пор не падает. Это на самом деле немного странновато, потому что я помню свой стрим, когда я на своем аккаунте открывала более 100 боксов, и тогда мне выпало Пэм, Пенни и кто-то там еще, не помню сейчас, честно говоря. В общем, мне выпало 3 бравлера, это было круто, но тогда, конечно, у меня было не так много бравлеров открыто, как сейчас у Владимира. Но хотя бы Биби уж должна выпасть с этого количества сундуков, я даже не прошу про легендарки, это просто должно реально фуртануть. А вот Биби, мне кажется, ну почему бы нет? Пока радует только одно, что выпало достаточное количество гемов, причем их реально выпало много, вот это здорово. И вот чего-то странно он крутился. Нет, нет, это только гемы. Вот, как раз гемов выпало много, и смотрите, даже по 8 штук падает, это здорово. И выпало много удвоителей жетонов, это тоже очень полезная штука, которая помогает быстрее прокачиваться. Ну и, естественно, золото, и билеты событий тоже, кстати, неплохо, потому что на момент начала ролика было 0, сейчас 28. Но вот то, что сундуки заканчиваются, и пока нам ничего не падает, это очень грустно. Конечно, может быть, сейчас в конце мы откроем последний бигбокс, и нам фортанета что-нибудь выпадет, но как-то у меня уже надежда начинает умирать и говорить, что нет, Катя, ничего тебе не выпадет сегодня на этом аккаунте. Вообще, конечно, выпадение бравлеров это такая интересная штука, кто-то копит огромное количество сундуков и выбивает из них все, что только хочет, а кто-то буквально с одного сундука, оп, и выбивает нового бравлера. Так что тут не знаю, сколько я делала разных опросов, сколько спрашивала разных игроков, как лучше копить сундуки и потом все за раз открывать, или же лучше по одному открывать. Всегда получается 50 на 50, у кого-то падает с большого количества сундуков много всего хорошего, а у кого-то падает с одного-двух сундуков тоже много всего хорошего. И всегда не знаешь, как быть, то ли копить их и потом сразу открывать, и радоваться жизни, или наоборот, расстраиваться, что столько времени ждал, и в итоге ничего не выпало, то ли открывать каждый раз и смотреть, выпадет, не выпадет. В общем, тут, конечно, вопрос сложный, и мне кажется, вообще на него нельзя ответить с точностью да или нет. Что же касается вообще минусов накопления боксов, то пока вы копите боксы, вы, естественно, не получаете золото, а значит, что вы не прокачиваете своих бравлеров и также не получаете очки. В итоге получается, что длительное время вы сидите на одном и том же уровне бравлеров, и хорошо, если этот уровень у вас высокий, а вот если не очень высокий, то вам будет сложновато. Помню как раз себя, когда в районе 3000 кубков я копила эти 100 боксов, и долгое время не понимала, почему я сливаюсь, вроде бы я все делаю правильно, но меня постоянно убивают. И вот как раз фишка была в том, что у меня было очень большое количество бравлеров, слабые, они были третий, четвертый левел, ну что с ними можно сделать. И как раз, когда я открыла эти 100 с лишним боксов, когда мы получили и золото, и очки, я смогла прокачать многих бравлеров, тогда сразу я увидела изменения. Так что тут нужно быть очень аккуратным, именно с вашей прокачкой, потому что если вы купите сундуки, то есть вероятность, что вы не будете прокачивать своих бравлеров, естественно, да, так как у вас нет ни очков, ни золота, и поэтому вам будет сложнее поднимать кубки, если это ваша цель, и вообще сложнее прокачиваться. Так что тут свои минусы, естественно, тоже есть. 11 сундуков осталось маленьких, но неужели мы ничего не выбьем? Ребят, это просто фиаско похоже. 10 сундук открываем, и ничего тут нет. Да, очков, конечно, мы насобирали хорошее количество, естественно, но хотя бы один бравлер, ну очень же хочется. Я специально не открываю большие сундуки, потому что мне кажется, что маленькие просто сейчас уйдут в никуда, осталось 8, осталось уже 7 штук, ничего не падает с них, но вот надежда остается еще только на большие сундуки, правда, их всего 3. Ну, гемов, да, гемов упало хорошее количество, так что хотя бы гема мы тут накопили. Но вот бравлеров все жду-жду, и никак они нам не падают. 9 сундуков, нет, 5, прошу прощения, 5 сундуков всего осталось, маленьких, похоже, ничего с них не выводит, если, конечно, вот сейчас с последнего какого-нибудь маленького не выпадет бравлер, это будет просто эпик на самом деле. Еще гемы, 3 маленьких, 3 больших осталось. Ребят, 6 сундуков осталось, было 129, то есть, получается, 123 сундука у нас просто ушли в никуда. Это 124, да, тоже в никуда, осталось немножечко. 125 сундук, Карл, Кольт, нет, тоже не фортануло. Следующий, последний маленький, кстати, нет, или да, нет, удвоитель жетонов. Ну, удвоитель неплохо, но не то, что я хотела. Ну что, у нас остается 3 больших сундука, поехали открывать, что нам еще с вами делать? 3 предмета, нет, не фортанет, не фортанет из этого сундука, нам тоже 2 сундука, у нас осталось всего лишь 2 сундука. Мы открыли 127 сундуков, у нас осталось 2, и нам пока ничего не выпало. 46 золота, Дэрил, Рика, окей, Барли и, похоже, нет, похоже, здесь тоже, да, не то, билеты событий. Последний сундук, слушайте, по-моему, это фиаско. Ну, ладно, Надежда умирает последний, как ни крути, уже все сундуки открыли, так что давайте открываем этот последний, посмотрим, что же в нем. А то, может, сейчас как раз под конец ролика, бац, оттуда что-то выпадет. Золота, Шилли, ждем, 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 Дэрила, нет, похоже, ничего нам не выпадет, Кольт, ну, давай же, последний. Эх, билеты событий. Вот так вот, открыли 129 сундуков, из 129 сундуков нам не выпал ни один Бравлер. Представляете, ни один, даже не выпала Биби, не говоря уже про легендарные карты. Конечно, огромное количество очков мы накопили, сейчас Владимир будет думать, что ему прокачивать, на какой левел, потому что вариантов действительно очень много, но даже Биби нам не выпала. Вот такое тоже бывает. Ну что ж, будем надеяться, что в ближайшее время Владимиру все-таки выпадет новый Бравлер, как это было у меня на стриме, буквально на второй, третий сундук после стрима мне выпал Ворон, так что, если тут вдруг не выпало, надеюсь, что выпадет в ближайшее время. Ну, а если ролик вам понравился, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. Всем удачи, пока-пока!